Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы совершим виртуальную экскурсию по трём удивительным музеям Костромы. Это Дом городского головы Ботникова, Музей театрального костюма и единственный в России Музей цыганской культуры и быта. Начнём мы с Дома городского головы Ботникова. Музей был создан в 2014 году Николаем Викторовичем Кузовлёвым благодаря программе «Частная инициатива в поддержку русской провинции» и проекту «Русское музейное дело». Этот частный музей расположен в здании, где в начале XX века жил один из самых популярных градоначальников Костромы – Геннадий Николаевич Ботников, который занимал эту должность с 1898 по 1912 годы. Он родился в Костроме в купеческой семье и первоначально занимался торговлей хлебом. Под руководством Ботникова в Костроме была построена электростанция, пожарное депо и общественная библиотека, открыт ряд учебных заведений, проложена телефонная сеть, введена обязательная нумерация домов, открытый дом трудолюбия, скотобойня, торговая школа, библиотека имени Пушкина, женская учительская семинария и другое. Зарплату Ботников не получал, отправляя ее на городские нужды и на благотворительность, но жители им все равно были недовольны и сместили с должности. Этот дом использовался для проведения деловых встреч и визитов. В нем воссоздан образец городской усадьбы начала XX века. В музее была закуплена мебель, только антиквариат, дубовые шкафы, произведенные сто лет назад, голландский буфет с витражами, мраморные столы и немецкая посуда. Экспозиция музея состоит из девяти залов. В самой большой комнате музея вскрыт пол и обнажена часть старого фундамента. Считается, что в старину здесь находилась церковь, о чем свидетельствует множество предметов церковной утвари, найденной при раскопках. Позже в этом доме некоторое время было отделение ЧК. В комнатах представлена характерная для этого периода времени оригинальная резная мебель, люстры, посуда и предметы домашнего обихода. Есть небольшая картинная галерея. В игральной комнате бывали как мужчины, так и женщины. Для дам стулья побольше, для мужчин поменьше. Стол для игры в карты обивался зеленым, черным или красным сукном. Он имел обязательные узкие ящички под отыгранные карты. Очень интересна дамская комната. Хотя в домах для деловых встреч таких комнат не было, создатели музея решили показать, как раньше жили купчихи. Здесь можно увидеть предметы для умывания, дорожный чемодан, косметические средства, шляпки и платья. В кабинете на столе представлен арифмометр. Настольная механическая вычислительная машина, предназначенная для точного умножения и деления, а также для сложения и вычитания, то есть прообраз калькулятора. На стенах развешаны фото Костромы прошлого века. В курительной комнате можно узнать, как появился смокинг. По этикету сигар пепел не стряхивают, он должен упасть сам. Падая, пепел пачкает костюм. Нужна была ткань, которая с легкостью отторгает пепел. Для этого шили атласные халаты. Но ткань была очень дорогой, халатов на всех гостей не хватало. Тогда хозяин придумал дресс-код, чтобы все гости приходили в смокинге, который имеет атласные манжеты и лацканы, и с них удобно стряхивать пепел. Кухня в доме была небольшая. Еду здесь не готовили, а лишь сервировали к подаче на стол. Вся еда доставлялась из ресторанов. На кухне можно увидеть знаменитый кузнецовский фарфор. В столовой стоит большой, накрытый для ужина стол. Экскурсовод покажет, как сложить тканевую салфетку перед тем, как положить ее на колени. Расскажет о приборах, бокалах для жидкостей, емкостях для горячего и холодного вина, сосудах для специй и вилках. Уникальность дома городского головы в том, что здесь можно ходить без всяких ограничений. В комнатах нет красных ленточек, и есть возможность подробно рассмотреть рисунки на фарфоре, старинные надписи на жестяных банках или великолепную деревянную резьбу мебели. Примечательно, что администрация комплекса не запрещает прикасаться к экспонатам. Следующее место – это музей театрального костюма. Он охватывает историю постановок Костромского государственного драматического театра имени Александра Николаевича Островского, хранит сценические костюмы, элементы декораций, реквизита и бутафории. За годы своей деятельности театр накопил достаточно костюмов. Многие из них уникальны. Они сшиты из тканей, которые в настоящее время не изготавливаются. Благодаря усилиям костюмеров и реставраторов состояние нарядов отличное. Центр начал свою работу в 2005 году с небольшой выставки, организованной администрацией театра. А в 2010 году для постоянной экспозиции местные власти выделили здание в историческом центре города. Сама постройка удивительна. В 1729 году здесь родился основатель русского театра Федор Волков. Сегодня экспозиция занимает 7 комнат с разными выставками, где представлено более 100 костюмов. Гости могут осмотреть наряды самостоятельно или с гидом, сфотографироваться в удивительных платьях. В первой комнате можно увидеть выставку «Спасение русское придет от Волги». Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о работе Костромского драматического театра в годы войны. Здесь представлены костюмы участников фронтовой бригады, работавшей на Калининском фронте, театральные костюмы-трофеи из Германии с клеймом берлинских театров, а также наряды из спектакля «Вечно живые». В следующем зале можно увидеть костюмы, посвященные героям романа «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова и трамвай с куклами из рассказов Аркадия Аверченко. На выставке «Театр о театре» представлены костюмы и спектакли по пьесам Островского «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники» и «Лес», в которых драматург с большой любовью изобразил театральный мир. Здесь каждая пьеса представлена в своей среде предметного мира и переносит нас в конкретное местодействие. В экспозиции можно увидеть интерьер гостиной, дамский кабинет и артистическую гримёрку XIX века. Предметы мебели – стулья конца XIX века, стол, шкаф-буфет – это подлинные старинные предметы, которые отработали на сцене не меньше 80 лет. «Наш Гамлет» – так названа экспозиция, которая ознакомит зрителей с историей постановки этой пьесы в Театре Островского. За последние 100 лет «Гамлет» ставился на Костромской сцене пять раз. Первый раз – в 1912 году. Представленные на выставке костюмы, бутафория, эскизы относятся к постановке пьесы в 2007 году. Спектакль принимал участие в международных и всероссийских театральных фестивалях и пользовался заслуженной любовью зрителей. Ещё один зал посвящён детским спектаклям. Здесь можно увидеть костюмы и декорации, посвящённые сказкам «Царевна-лягушка», «Иван-царевич и серый волк» и другим персонажам. В этом зале дети могут сидеть на подушках и слушать экскурсию. Самая большая экспозиция музея – «Снегурочка» на Костромской сцене. 20 великолепных костюмов к одноимённому спектаклю по пьесе Островского имеют особую ценность. Постановки «Снегурочки» на сцене Костромского театра возобновлялись 7 раз за 100 лет, поэтому в ней играли разные поколения артистов. В костюмах виден дохристианский языческий стиль с древними восточными элементами. Корни племени Берендеев уходят к варяжским русам, ещё дальше – к тюркским племенам. Подробнее об истории создания и сюжете пьесы, о костюмах и первых спектаклях с удовольствием расскажут сотрудники музея. Интересна выставка «Вся королевская рать». Экспозиция занимает полуподвальное помещение, сохранившееся от дома Волкова. Королевские костюмы и царские наряды, перешитые когда-то из богатого церковного облачения, гармонично смотрятся на фоне краснокирпичных стен и потолочных сводов. Здесь можно увидеть костюмы русской и зарубежной классики царского и королевского статуса. Мария Стюарт Шиллера, Борис Годунов Пушкина, смерть Иоанна Грозного и царь Фёдор Иоаннович Толстого. Это самые популярные пьесы. В музее театрального костюма будет интересен не только взрослым, но и детям. Ведь здесь представлены не только красивые костюмы, но и кованые сундуки, кубки, бутафория середины прошлого века, эскизы неосуществленных проектов, старые афиши и фотографии столетней давности. Об истории этих экспонатов расскажут экскурсоводы. И третий удивительный музей. Первый в России музей цыганской культуры и быта, который с апреля 2022 года носит имя народного артиста СССР Николая Алексеевича Сличенко. Музей был основан в 2015 году Сергеем Андреевым, он же является экскурсоводом. Это единственный музей в нашей стране, посвященный историческим традициям цыганского народа, их фольклору, укладу жизни и сложной, полной трагических перипетий судьбе от Кочевия до сегодняшних дней. Музей расположен в центральной части города, недалеко от Богоявленска Анастасийной монастыря и резиденции Снегурочки. Экспозиции музея представляют произведения живописи, графики, художественные фотографии, костюмы и коллекции уникального фарфора, а также этнографические материалы. В экспозицию входят предметы и репродукции, отражающие тысячелетнюю историю народа, представители которого живут по всему миру, от Индии до Великобритании, от Бразилии до Канады. Экскурсовод расскажет о взаимоотношении цыган с коренными народами различных стран, о традиционных занятиях цыган, влиянии европейской моды на цыганский костюм и о вкладе этого народа в музыкальную культуру Европы и России. В ходе экскурсии можно узнать, что у цыган есть свой флаг и гимн, а неофициальной их столицей является город Сороки, Молдове. Значительная часть материалов музея раскрывает тему российских цыган – русско-рома. Отдельный зал посвящен народному артисту СССР, бывшему художественному руководителю Московского музыкально-драматического цыганского театра «Аромен» Николаю Сличенко и его семье. К 77-летию Победы была открыта выставка «Цыгане и война». Она стала плодом долгих исследований военных документов писателям, цыгановедам Николаем Бессоновым. Здесь можно узнать о вкладе цыганского народа в борьбе с нацизмом, о цыганах, отдавших жизни ради победы. На выставке представлены фронтовые фотографии и копии наградных документов, хранившиеся в цыганских семьях, сведения из Государственного архива. Конечно, экспозиция затрагивает тему нацистского геноцида, который унес жизни по меньшей мере 130 тысяч цыган. Очень интересна выставка «Кукол цыган». У каждой оригинальный наряд и свое имя. Некоторые куклы были подарены музею. А еще в музее есть небольшая картинная галерея, а также уникальный, единственный в мире цыганский театр кукол «Миштоевьян», где для организованных групп проводится балаганное представление «Цыган-мора» на ярмарке. Посетив этот яркий музей, можно узнать, кто из известных людей имеет цыганские корни, какими умениями славятся цыгане, как проходит свадьба в таборе, где и чем живет цыганский народ сегодня. На этом наш рассказ подходит к концу. Надеемся, вам захотелось посетить эти замечательные музеи. Приятных путешествий! Спасибо за внимание и до новых встреч!